Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала Улправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Личный косметолог, кедровая бочка и массаж. Пенсионеров Ульяновского района избавят от проблем со здоровьем и досугом. В поселке Меловой открывает современный ФАП за 6 миллионов рублей. Без отрыва от производства пожилым ульяновцам предлагают учиться за государственный счет. Столик с тайником, подарки вождя и родина-мать. Как демонтируют экспозицию в музее мемориала Ленина. В каком селе комфортно жить людям? Конечно же, в таком, где создаются достойные условия для жизни людей, где и современная инфраструктура, работают детские сады, школы и медицинские пункты. На днях новый модульный фельдшерско-акушерский пункт откроется в поселке Меловой. Со дня на день жители поселка Меловой ждут открытия нового фельдшерско-акушерского пункта. Здание уже готово, осталось завести оборудование. Новое учреждение осмотрел губернатор Сергей Морозов. В поселке, где проживает почти 700 человек, учреждение здравоохранения необходимо. А добираться в соседний Новоульяновск жителям сложно. Неудобная транспортная развязка. Буквально в 200 метрах находится старый ФАП, где на данный момент тоже осуществляется медицинская помощь. Но уже здание старое, требует капитального вложения, денежных средств, капитального ремонта. То есть и пациентам неудобно, некомфортно там находиться. И было принято решение именно построить новый модульный ФАП. На строительство здания потратили 6 миллионов рублей. В ФАПе несколько кабинетов, в том числе процедурные. Пластиковые окна, широкие дверные проемы для людей с ограниченными возможностями, комфортный туалет. А в будущем на базе пункта будет работать аптека. У нас в втором ФАПе ни туалета не было, отопление у нас тоже, как котел у нас был. Но плохо отапливал котел, конечно, холодно было. Здесь, наверное, я надеюсь, что будет очень тепло. И для жильцов очень будет очень хорошо. Но вот все-таки здесь и туалет есть. И то, что как полагается, быть ФАП, и такой должен быть ФАП. Вот сейчас построили в данный момент. Большие планы по строительству и ремонту ФАПа в целом по региону. Так, в этом году медпункты открылись в селе Крутая Руляновского района, Средний Сантимир Новомалокринского района. Улучшение сети сельских медпунктов – это и часть национального проекта здравоохранения. 62 ФАП сейчас требуют ремонта разной степени сложности. И мы это делаем примерно темпами от 5 до, в планах у нас до 10 ФАПов ежегодно. Пока получалось от 4 до 6 ФАП сдавать ежегодно. На этот год запланировано 6. Из них 2 по линии нацпроекта «Первичная медико-санитарная помощь» и 4 ФАПа по линии программы, такая есть программа развития сельских территорий. По информации Министерства здравоохранения, за последние 2 года в селах построено 16 новых модульных ФАПов, закуплено 2 передвижных фельдшерско-акушерских пункта, в Никольскую и Базарно-Сызганскую больницы. Каждый пятый – житель Ульяновской области предпенсионного возраста. Работа по профобучению людей данной категории ведется в рамках региональной программы «Старшее поколение», которая направлена на увеличение периода активного долголетия и повышение конкурентоспособности на рынке труда. Суть программы позволит людям получить квалификацию по своей профессии или же получить новую. Подробнее Егор Титов. Демографическая ситуация, а вместе с ней рынок труда в области сильно меняется. И эти изменения требуют активного вовлечения лиц предпенсионного возраста в трудовую деятельность. Изменяется структура в части именно увеличения количества лиц более, так скажем, старшего возраста. А это те люди, которые имеют очень серьезный жизненный опыт. Это люди, которые имеют желание еще что-то делать и, в общем-то, очень активны в своей жизненной позиции. В рамках национального проекта «Демография» начала действовать программа обучения лиц предпенсионного возраста. Она рассчитана на 6 лет и предполагает возможность компенсации предприятиям средств из бюджета, затраченных на обучение и переобучение. Ежегодно по ней должны совершенствовать свои навыки 497 жителей области. Работодатель сам выбирает, кого нужно обучать. И затем в полном объеме предприятию возвращаются деньги, затраченные на эти нужды. Нет в программе ограничений по профессиям, кого учить, на кого учить. Нет ограничений по направлениям обучения, по уровню обучения. То есть это может быть повышение разряда. Это может быть доучивание, какую-то отдельную квалификацию, какую-то отдельную компетенцию доучить. Это может быть профессиональная переподготовка в полноценном режиме, с получением диплома переподготовки. Обучение может проходить как на самом предприятии, так и в учебных заведениях региона. НПО «Марс» стало первым предприятием, где воспользовались возможностями программы. 69 сотрудников уже прошли обучение. Участвовать в программе заинтересованы еще около 100 предприятий области. Мы комплект документов уже собрали. Сумму мы уже определили к возмещению из бюджета. Поэтому сейчас будем ожидать возмещения этой суммы. После чего мы продолжим, потому что проект этот долгосрочный, нацеленный на несколько лет вперед. И, конечно же, сотрудников предпенсионного возраста мы продолжим обучать с возмещением средств. Кстати, программа предполагает возможность повышения квалификации для всех остальных предпенсионеров, кроме безработных. Для этого они должны состоять на учете в службе занятости. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новость Улправда ТВ. План по воду жилья перевыполнили в Ульяновске. По национальному проекту «Жилье и городская среда» за январь-юнь 2019 года в Ульяновске введено в эксплуатацию 168 тысяч квадратных метров жилья. Это на 12,5% больше планируемого показателя. В частности, в Заволжском районе завершено строительство многоквартирных жилых домов на проспектах Врача-Сурово, Туполево, Ливаново и в поселке Ленинска. В железнодорожном районе реализованы проекты жилой застройки по улицам Свободы, Вокзальной и во втором переулке Благодатном. В Ленинском районе современные жилые дома возведены на улицах Олега Кашевого, Красноармейской, Мира, Новгородской и Скачилова. На территории Засвияжского района по итогам первого полугодия в эксплуатацию введен дом номер 60 по улице Камышинской. В свои 55 с хвостиком жителям поселка Ишеевка удается чувствовать себя на все 20, а помогает им в этом пункт здоровья, который заработал на базе Ульяновской районной больницы еще в январе. Каждый день пенсионеров осматривает врач-терапевт, ЛФК проходит под присмотром врача-реабилитолога, а за внешней красотой женщин следит косметолог. В пункте здоровья побывала Рината Алиулова. С января жители за 55 поселка Ишеевка стали чаще ходить в районную больницу, но не из-за плохого самочувствия и новых рецептов ради, а вовсе наоборот. На базе медучреждения с начала года открылся пункт здоровья. Пункт, понимаете, он открылся не спонтанно. На нас вышел Ульяновский район с просьбой организовать вот здесь отделение Красного Креста. И предоставили нам помещение. Помещение видели какое-то, достаточно большое. И просторов для фантазии огромное количество. Для начала, конечно, мы собрали, саккумулировали все силы и открыли вот эту часть. Теперь вместо пустующих помещений есть спортивный зал из кардиозоны и зал для лечебной физкультуры. Один кабинет организован специально под кедровую бочку, а комната отдыха скрашивает ожидания в очереди на процедуры. В пункте здоровья работают терапевт, психолог и врач-реабилитолог. В качестве омолаживающих процедур услуги косметолога и массажиста в кабинете красоты. Приглашаем людей пенсионного возраста с 55 лет, женщин с 60 лет, мужчин, а также инвалидов с 18 лет. Люди проявляют интерес, к нам ходит население, работаем со своим населением, объясняют, что это необходимо, что кроме лекарств, кроме лечения, что нужно людям оздоравливаться, заниматься собой. 56-летняя Гелиня Минкадировна посещает пункт здоровья с самого открытия. Сначала ходила коротать время. В марте женщина перенесла операцию, пункт здоровья полностью заменил ей реабилитационный центр. Я в одно время хотела даже у себя дома открывать. Так нам обидно было, но у меня условий не хватает такой. Еще надо можно расширить. Вот мы не познавались в физкультуре, чтобы было душевой кабин, обязательно, чтобы мы все это... А потом собраться, ходить надо в бассейн, музей. В скором времени Ишевский пункт здоровья станут посещать пенсионеры из удаленных уголков Ульяновского района. Им не придется жалеть времени, потраченного на дорогу. В центре можно будет остаться на ночь. Здесь у нас планы открыть четыре койки полосуточные. То есть будет администратор и открыть уже зону для физиопроцедур. Вот такая маленькая. Хотим еще построить инфракрасную сауну. То есть есть потребность, да, и есть желание. Подобные пункты здоровья также откроются в поселке Красный Гуля и еще в шестиселах Ульяновского района на базе фельдшерско-акушерских пунктов. Рината Люла, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. В связи с начавшимися ремонтно-реставрационными работами доступ в основную экспозицию Музея мемориала Ленина приостановлен. Напомним, в 2018 году принято решение о восстановлении здания Ленинского мемориала, его модернизации и обновлении идейного содержания. О судьбе основной экспозиции расскажет Ирина Антонова. В музее-мемориале Владимира Ильича Ленина на третьем этаже здания проводятся работы по демонтажу основной экспозиции, которая занимает 3000 квадратных метров. Как подчеркнули сотрудники Ленинского мемориала, демонтаж проходит в соответствии с едиными правилами формирования, учета и хранения музейных предметов, утвержденных Министерством культуры Российской Федерации. Демонтаж происходит поэтапно. Сейчас мы проводим демонтаж музейных предметов. Далее по завершении этой работы будет проводиться работа по строительству саркофагов музейными предметами, которые являются недвижимыми. То есть переместить их невозможно, но требуется их сохранение в период проведения ремонтно-реставрационных работ. Предметов, которые останутся на месте всего цикла ремонтно-реставрационных работ и будут защищены от внешнего воздействия при помощи специальных конструкций всего 11. Среди экспонатов знаменитая диорама «Симбирск» конца XIX века, электрифицированная напольная карта из рубинового стекла, триумфальное шествие советской власти, барельефы на стенах, мозаичное панно «Освобождение Симбирска», витраж «Родина-мать», торжественный зал и некоторые скульптуры. В основной экспозиции музей-мемориала все эти годы экспонировалось свыше 4000 музейных предметов. Большая часть среди них, почти 80% – подлинные экспонаты. Сейчас их переносят в основное хранилище. У каждого предмета есть собственное место в хранилище. Часть экспонатов мы представим все-таки посетителям. Сейчас идет летний туристический период и посетителей еще много. И нам хотелось бы, поскольку на втором и первом этаже ремонтно-реставрационные работы пока еще не будут проводиться, хотя бы часть основной экспозиции, наиболее интересные экспонаты представить для посетителей музея и для гостей нашего города. Часть музейных предметов с третьего этажа уже переехала на второй этаж. Это макеты, выполненные в 1941 году и представляющие особую историческую ценность. Шахматный столик с тайником, выполненный по замыслу Владимира Ильича Ленина. Мозаичный портрет Наде Леже. Подарки Ильичу – живописные картины. Обновленная постоянно действующая экспозиция по планам должна открыться в 2021 году. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. В 24 детских садах Ульянска меняют окна к началу нового учебного года. В детском саду номер 148 по улице Тельмана подрядчик уже приступил к ремонтным работам. Здесь предстоит заменить 80 оконных блоков, а также утеплить веранды. Работы по замене 137 оконных блоков в Центре развития ребенка детском саду номер 221 на улице Карбышева завершены в полном объеме. Контроль за ремонтом осуществляют специалисты Управления образования, администрации города, члены общественной палаты Ульяновска и родители воспитанников. Проведенная проверка показала, что работы преимущественно идут в соответствии с утвержденным графиком и согласно технологии проведения ремонта. Недаро в народе говорят, где построили храм, там начинается жизнь. В Индзе с открытием Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы священнослужители вплотную взялись за работу с местной молодежью. Совсем скоро там появится филиал клуба «Пересвет» с направлениями страйкбол и смешанное единоборство. А накануне в Малиновом краю побывали гости из Кузнецкой епархии. Индзе в переводе с мордовского – «малина». Вот и жители Малиновского края постепенно, но привыкают к ежедневному перезвону колоколов нового Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Служба сегодня необычная. В гости приехали представители военно-патриотического клуба «Добрыня» и соседней Кузнецкой епархии. Этот клуб побратим клубу «Пересвет» при Жадовском монастыре. Вместе они работают с молодежью, прививают им моральные и евангельские ценности, учат быть достойными гражданами своей страны. Бояться нужно только греха. Оскорбить Господа, оскорбить душу нашу, созданную по образу подобию Божию. Осквернить тело наше, храм, который является храмом Духа Святого. Вот этого воистину надо убояться. Спаси Христос. По окончании богослужения кузнечане и пересветовцы отправились на развальные индийской фабрики первичной обработки шерсти. Вместе с представителями местной православной молодежи им предстояло осмотреть поле битвы. Тут откроется не только страйкбольное направление, но и на осень намечается открытие клуба единоборств. У нас как бы есть опыт работы с молодежью, и чтобы молодежь понимала, что церковь и люди, которые в церкви, это не что-то такое далекое, инопланетное, но это близкое. Поэтому вот свой опыт, который у нас в течение многих лет мы применяли при клубе «Пересвет» при Жадовском монастыре, сейчас хотим применить здесь, в городе Инзии. Сотрудничество Барышской и Кузнецкой епархий в плане воспитания подрастающего поколения длится уже четвертый год. Все это время клубы активно обмениваются опытом в различных военно-спортивных дисциплинах. Мы очень рады, что у вас открылся здесь в Инзии еще один патриотический клуб, который будет с нами вместе сотрудничать. Вот, ну и за границей нашей епархии, я думаю, что в Никольске мы откроем такой же клуб и не хуже, чем у вас. После осмотра площадки было решено провести небольшую тренировочную игру. Традиционно перед стартом подробный инструктаж новичков по технике безопасности. Это технику безопасности вот в этой игре. А именно, что защита глаз, у всех очки, да, защита. Для ребятишек, вот маски, защита лица, ну да, потому что все-таки 130 метров в секунду базовый автомат выдает шар, полет шара. Если с близкого расстояния, это очень больно. После традиционной молитвы всех ребят поделили на две команды. Одни обороняли объект, другие наступали. Небольшой сюрприз внутри здания в виде четырех коров и одного быка немного усложнил задачу и тем, и другим. На корову защитные очки не наденешь, но это обстоятельство позволило ребятам научиться в командной работе в режиме форс-мажор, которых уже 13 июля на большой игре в Индии под громким названием «Путь героев» будет предостаточно. Завтра в Ульяновской области ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит 16 градусов тепла, днем 24 градуса. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok